Человек – это уникальное соединение глубинных противоречий. Одним из этих глубинных противоречий является достижение цели и адаптация к хорошему. Понятно, что мы ко всему адаптируемся, и понятно, что у нас есть какие-то цели. И вот теперь представьте эту логику. Вот у вас есть какая-то цель, вы ее достигаете, и вы к ней адаптируетесь. То есть пока вы ее не достигли, у вас есть горение, у вас есть дофамин, у вас есть страсть, у вас есть ощущение недостатка. И вот вы стремитесь к этой цели. Карьерная цель, финансовая цель, отношения, брак, любое другое. Вот вы и вы к ней как бы на всех парах мчитесь. Но вы ее достигаете, у вас наступит адаптация, потому что мы ко всему привыкаем. Более того, для того, чтобы у вас нарисовалась следующая цель, она должна быть на порядок круче предыдущей. Потому что если она будет по горизонтали, то тоже будет существенная, но ничего особенного. Вы подумайте, зачем я буду так сильно стараться, чтобы у меня доход был плюс 2, плюс 4, сделает меня счастливее. Но из-за этого надо будет вот этим себя лишать, этим рисковать, что-то делать и так далее. И постепенно все это достигаторство, я не люблю это слово, достигатор. Это что это? Человек, который все время цель себе ставит и думает, что он добежит, там будет счастье. Там нет, он следующий, он следующий. И он всю дорогу в каких-то перебежках, он на самом деле, это иллюзия, что он растет. Нет, он выполняет один и тот же круг. Дефицит удовлетворения, адаптация. Дефицит удовлетворения, адаптация. Но проблема состоит в том, что дальше вы должны будете скакать на следующие уровни. Что-то должно быть не плюс 2, плюс 4 доход, а доход плюс 100. Такая нужна. А сколько это потребует? И там же вы окажетесь плюс 100. И скажете, господи, опять привык. Это проблема. Есть такая психология денег, такое отдельное направление исследований. В нем есть интересная история. Она состоит в том, что человек, он, например, представляет, что такое примерно 100 тысяч рублей. Ну и так как-то представляет миллион, хотя в руках никогда не держал. Но проблема состоит в том, что когда вы держите в руках миллион, то дальше вы не понимаете, что там со 100 миллионами. А от 100 миллионов вы не понимаете ярд. И вы постоянно находитесь в этой ловушке. Поэтому не удивляйтесь тому, что вы достигли цели и не получаете от этого радость и удовлетворение. Это внутреннее, глубинное наше противоречие. Оно лежит в нашей психике. Более того, дальше мы становимся старше, нам все сложнее совершать прыжки. А цели должны быть еще выше, потому что мы уже к этим такого рода целям привострились. Раньше тебя взяли на первую работу. Это был по-у-у-у. Взяли на первую работу. А потом, когда ты уже подруководил тем, 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 тем. Какую работу тебя можно заинтересовать? Кошмар. И так далее. И здесь важно очень понять, что нам нужно из этой ловушки найти другой выход. Не себя новой задачей озадачивать. Потому что это будет искусственно. Мы будем себя к этому вознуждать. Само движение уже к цели не будет приносить удовольствие. Как раньше, когда-то, когда первые морковки собирались. Все, морковку все равно съешь, и все, конец нет. И дальше что? Снова какая? Теперь морковище нужно, чтобы куда-то рванули. Поэтому есть единственный выход. Просто посмотреть на это со стороны. Со стороны, если вы смотрите, то вы задаете себе вопросом, а что для меня на самом деле важно? Ну вот, плюс сколько-то денег, или вступление в брак, или еще что-то. Может быть, от вас важно научиться получать удовольствие от денег? Ну вот, это нормальное дело. Ну, то есть, вы себе можете что-то уже позволить. Ну, как бы научиться получать удовольствие. Не будет денег, после которых... Если кто-то думает, что... Представьте себе мысль человека, который приезжает на яхту, и я вам дословно пересказываю про яхта. Сто миллионов стоит долларов. Он на нее приезжает, смотрит на сотрудников и думает. Сукины вы дети. Их там 50 человек на этой яхте. Которые круглогодично на море, на яхте, в полном удовольствии. И он им платит за это. Там миллион их составляет зарплата в год. А он приехал на три дня. Смотрите, он сейчас смотрит, сравнивает с ними. Он говорит, они даром еще за мои деньги. Но это смешно. Но надо научиться получать удовольствие от того, что у вас есть. Первое, что нужно сделать. Второе, что для меня важно. Важны деньги. Важны даже не удовольствие от того, что вы на два дня приехали и радуетесь всем. Важно-то другое. Важно, что вы для своего собственного внутреннего мира наполняете. Понимаете? Что у вас есть внутри содержание, которое вам делает это интересно. Просто представьте, вы приходите в Эрмитаж, у нас музей такой есть. Вы приходите в него и говорите, что тут намалевали и так далее. Так я и сам могу. А вот это мне не нравится. А вот это еще что-то. И приходит человек, искусствовед, который не был еще в Эрмитаже. И думает, боже, у них тецан того периода, ешкиш-матрешкиш. Тут же он стал вот так натуру человеческую изображать. О, господи, вот я наконец увидел в своем глазе. Разные. Почему? Они внутри, этот профессионал, больше. И вот наша задача – это внутреннее богатство растить. Потому что это делает жизнь счастливой. В противном случае пойдете, будете только выиски читать там под картинами. Понимаете, вот это. Пути зрителей. Идут по Эрмитажу, читают картин. Название. А, ну понятно. Так, это знают, не знают. Пометили. Чек-лист. Поэтому внутреннее богатство – вот что важно сейчас. А до него еще докопаться. Потому что столько шума кругом. Так что меняем морковки вовне на объем внутри. И тогда все обретает совершенно другое звучание. В этом мире. Продолжение следует...